Парк «Солдатский лес» в Новокуйбышевске был посажен в 1965 году фронтовиками к 20-летию победы в Великой Отечественной войне. И сих пор благоустройством территории никто не занимался. Деревья разрослись, и парк превратился в лес. Привести зеленый уголок в порядок предложил депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Благоустроили территорию по программе формирования комфортной городской среды. Расчистили от мусора, проложили пешеходные дорожки, установили скамейки. Организовали велопарковки, провели освещение. А на входе установили памятник советскому солдату. Новокуйбышевск – один из самых молодых, самый молодой, пожалуй, город Самарской области. И, конечно, здесь очень нужны такие места досуга, отдыха, горожан, для того, чтобы они не уезжали отсюда, для того, чтобы они действительно видели, насколько красивый, насколько хороший, насколько гостеприимный и благополучный город, в котором они живут. Увидеть обновленный сквер приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с Александром Хинштейном они побывали и на открытии новой модельной библиотеки. Ее модернизировали по нацпроекту «Культура». Теперь это современный центр для чтения, интеллектуального общения и досуга горожан всех возрастов. Для посетителей установлен сенсорный киосок с доступом к электронным базам данных, ресурсам по развитию интеллекта, например, виртуальные выставки и IQ-тесты. В каждом зале все это новое. Конечно, хочется сюда приходить, и даже вот в те залы, где и память тренируют, и что-то новое осваивают, и новое оборудование. Их предоставляют возможность пользоваться оборудованием. Это же тоже замечательно, бесплатно. Задача, конечно, что сделать, это современно, чтобы это было интересно не только людям, которые ходят сюда на протяжении десятков лет, и они привыкли, они знают, что такое библиотека. Но важно, чтобы еще молодежь приходила. Мы сюда детей приводим, приводим семьи. Перемены коснулись и пешеходной улицы города. Она носит имя строителя Новокуйбышевска Ивана Миронова. На средства национального проекта «Жилье и городская среда» и программы формирования комфортной городской среды здесь благоустроили пешеходные дорожки, обустроили дополнительные парковочные места, установили новые лавочки и сухой фонтан. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События.